25 мая 1953 года в сердце Тампонского района в посёлке Ханбега родился Вячеслав Анатольевич Штыров, второй президент республики Сахай-Якутия. Хотя во всех официальных биографиях его день рождения указывается на два дня раньше. Мама его, Нина Ивановна, осенью 1952 года по распределению приехала работать геологом в Дыбинскую партию на Верхнем Ивчинское месторождение полиметаллов Алтанского райгру. Это месторождение как раз было открыто в том году. В это время огромные лагеря для строя МВД СССР работали в полную силу. Нечеловеческими усилиями заключённых добывались золото, олово и другие драгоценные металлы. В ее подчинении трудились более сотни человек, так называемого спецконтингента. У него два дня рождения. Биологически это именно 25 мая, а по документам 23 мая. Когда Захаров Иван Иванович, секретарь Совета, увидев, конечно, морского офицера, браво с морским кортиком, лейтенанта-подводника Анатолия Тихоновича. И Анатолий Тихонович сказал, я через два дня выезжаю, срочно выпишите мне это. Он же добирался аж с Камчатки. Через два месяца он только добрал. А тот с перепуганным или с удивлением Иван Иванович выписал 23 мая. Через два месяца после рождения Нину Ивановну и сына Вячеслава забрал отец Анатолий Тихонович Штыров, тогда молодой офицер-подводник, служивший на Камчатке. Анатолий Тихонович за 9 суток на попутных машинах от Магадана до Хандыги преодолел полторы тысячи километров. Спустя годы контр-адмирал в отставке Анатолий Тихонович опишет свой путь к жене-первенцу в Хандугу в книге «Путешествия в страну Колыма». В 1953 году мой отец, неполный свои 23 года, работал секретарем сельского совета Ингинского наслега. В то время Ингинский наслег был огромен. К нему входили территории нынешней Хандыги, Теплоключа, Нежданки и Жабарки-Хая. И вот в эти послевоенные годы рождаемость была высокая, и в год регистрировалось по 200 детей. И все люди переправлялись через Алдан на слег Ингинский, село Сайды. И в это время как раз и была регистрация Вячеслава Анатольевича. И мой отец, работая в холхозе, после работы регистрировал детей, родителей, которые приезжали к нему. И это происходило в свете свечи. И вот спустя 53 года, в честь 75-летия образования Тампонского района, мой отец был награжден знаком гражданской доблести. И этот знак вручал ему президент Штуров Вячеслав Анатольевич. Впервые после рождения Вячеслав Анатольевич Штуров побывал на родине в Тампонском районе в 1988 году, когда работал в строительном отделе Якутского обкома КПСС. Тогда родильное отделение в Дальстроевском бараке, где он появился на свет, еще стояло за больничным ручьем. Позже здание было снесено. В 2021 году, в юбилейный год 90-летия Тампонского района и 80-летие поселка Хандыга, на этом месте начато сооружение часовни. Тот же недалеко есть небольшая беседка, а рядом протекает тот самый больничный ручей, впадающий в полноводный алдан. Это и есть место силы Вячеслава Анатольевича. Мы находимся возле больничного ручья нашего поселка Хандыга. Больничный ручей – это испокон веков, как бы начало нашей Хандыги. Он был всегда, и мы его с детства помним. В 60-х годах здесь еще стояло здание больницы, в которой родился в 1953 году Вячеслав Анатольевич Штыров. Здание стояло долго, впоследствии оно было передано под интернат. Там проживали дети малоимущих семей и приезжие из разных сел. Вот с Айды, Бордой. Дети оттуда жили в интернате, а мы ходили питаться. Там стояла, была столовая. И одевали нас малоимущих. С прошедшими годами как-то так получилось, что мне не приходилось появиться на этом месте. Хотя в детстве это все наши знакомые места. И вот сегодня я специально пришла в эту беседку. Оказывается, ничего не изменилось. Ручей наш стоит на месте. Весной он очень разливается. Летом немножко будет узенький. И все. Все на старом месте. Второй раз Вячеславу Анатольевичу Штырову суждено было попасть в Хандыгу, уже будучи президентом акционерной компании «Алроса» в 2001 году после разрушительного весеннего паводка. Тогда в одночасье ушли под воду Ингинский наслед. Остров Бородой смыло полностью села Новый, Сайды, Кискил, часть села Мегин-Алдан и часть поселка Хандыга, райцентра. В начале 2003 года правительственным и уже президентом республики Вячеслав Штыровым было принято решение провести третью спартакиаду народов Саха в Хандыге, чтобы поддержать дух пострадавших от наводнения людей и дать новый импульс для развития Тампонского района. Буквально за полгода были построены социально-спортивные объекты, стадион на 3000 мест, культурно-спортивный комплекс, гостиница, асфальтированные улицы, а также возведен первый после длительного перерыва новый 20-квартирный жилой дом. Нам, как молодоженам, предоставили здесь квартиру. Мы были, прямо несказанно, рады. Вот так получилось, что вот здесь мы получили квартиру. Вручал ключ нам Вячеслав Анатольевич. Здесь было очень много народу. Потом они здесь елочки посадили. Вот одна из этих елочек, наверное, которую посадил Вячеслав Анатольевич. Значит, мы здесь получили квартиру двухкомнатную. Здесь у нас родились дети наши. Здесь прошла наша молодость, можно сказать. Мы всегда с ностальгией вспоминаем, всегда как-то с добротой какой-то. Вот вспоминаем этот дом. Проезжаем мимо и всегда смотрим, где там наши окна. Всегда смотрим на наши окна. С тех пор началось бурное развитие Тампонского района, как и Якутия в целом. В 2004 году в селе Дорожников Теплый Ключ построена школа на 120 учащихся в каменном варианте, на открытии которой побывал Вячеслав Анатольевич. Эта прекрасная школа стала центром образования и инноваций. Через два года школа на 176 учащихся открылась в селе Мигино Алдан с агротехнологической направленностью. Настал торжественный день, и мы пришли вступать в новую школу учиться. Она была такой большой, красивой, как дворец. Мы маленькие дети, думали, что когда в школу пойдем, мы там заблудимся, что она такая большая будет. Она так и есть, такая большая, просторная, светлая школа. Там оборудование, я помню, были новые красивые доски интерактивные. Мы даже не знали, как ими пользоваться. Компьютеры персональные. На каждом классе все было. Новая мебель, запах свежевыкрашенной краски. У меня подруга поступила тогда в первый класс, и ей посчастливилось получить набор от Вячеслава Анатольевича Штурова. Портфель первоклассника. Там были альбомы, акварели, книжки, дневники. И даже с подписью, с автографом Вячеслава Анатольевича самого Штурова она получила. И всем хвасталась, ходила, показывала, что у нее вот подпись Вячеслава Анатольевича Штурова самого. И так благодарна, что он там построил нам такую прекрасную школу. Нынче мы уже со своей подружкой, которая получила автограф, живем в Хандыге. Отучились, мы уже образование получили. Она работает в поликлинике медсестрой. Оба молодые мамочки. Я тоже работаю инженером у себя, у дорожников ДЭП-135. Жизнь у нас уже прекрасная. Взрослые люди уже получаются. А спустя 10 лет, после возведения первой новой школы в Тампонском районе, своего здания на 220 мест дождались учителя и дети села Крыс-Хальжай. Всего за эти годы построены 6 школ, причем все в каменном варианте, отвечающие требованиям сегодняшнего времени. Закладка первой своей здания Тампонской многопрофильной гимназии состоялась осенью 2018 года с участием Вячеслава Штырова. В том же году была проведена торжественная церемония присвоения учебному заведению имени второго президента республики Саха-Якутия. Накануне нового 2001 года состоялось долгожданное открытие здания Тампонской многопрофильной гимназии на 220 учащихся с участием главы Якутии Айсена Николаева. В 2017 году я был назначен директором Тампонской многопрофильной гимназии. Тогда гимназия существовала в двух старых учебных корпусах и мы коллективом задумались о дальнейшем развитии нашей гимназии по повышению качества образования, по материальной базе. И в ходе обсуждения поступило предложение подготовить ходатайство в районный совет для присвоения имени Вячеслава Анатольевича Штырова Тампонской многопрофильной гимназии. Родители, население, общественность очень хорошо нас поддержала, было собрано очень много подписей и на очередной сессии районным советом было принято решение о присвоении имени Вячеслава Анатольевича Штырова Тампонской многопрофильной гимназии. В тот же год мы провели первые штыровские чтения. Сейчас гимназия находится в современном качественном здании, где есть все условия качественно организовать образовательный процесс. Думаю, идея, которая была принята, была правильной и будет в дальнейшем, и в дальнейшем внесет вклад в развитие Тампонской многопрофильной гимназии имени Вячеслава Анатольевича Штырова. Построены арочные спортзалы в селах Мегин-Алдан, Новый, детские сады в Крестхальжае, Мегин-Алдане, Тополиное, Новый, Кискиле. В 2007 году на берегу реки Алдан возведен православный храм святых апостолов Петра и Павла. Это был первый новый каменный объект в райцентре Тампонского улуса в постперестроечное время. Он полностью построен на средства спонсоров и добровольные пожертвования жителей. Внес свою лепту и Вячеслав Анатольевич, который передал Фонд строительства храма премию правительства Российской Федерации за 2005 год. Когда нам выделили второе место для прихода по улице Набережной, рядышком был пустырь, там, где сейчас в данный момент находится у нас памятник Федору Охлопкову. Тогда там было место пустое. И вот сначала решили там строить храм, и был отслужен молебен, и первую сваю туда заложили. Но тогда, когда приехал владыка Герман, он посмотрел и решил, что нет, храм должен стоять на берегу, чтобы со всех сторон было видно, хотя там тоже хорошее место было, где сейчас памятник находится. И вот мы с владыкой Германом выехали туда, на Алдан, это было зимой. Он посмотрел и сказал, что именно самое лучшее место это будет вот здесь, где сейчас у нас находится вот этот храм, чтобы со всех сторон было его видно хорошо. Вот я, конечно, дерзнула владыке сказать, что владыка, дело в том, что когда было наводнение, тут все было затоплено, и не хотелось бы, чтобы повторилось вот этот случай. Он сказал, что не надо беспокоиться, все в руках Божьих, отсыпем все, сделаем на возвышенности, и будет храм стоять здесь. И вот так вот получилось, что храм построили здесь, на этом месте, и слава Богу, мы здесь продолжаем слушать. В 2009 году построено административное здание управления пенсионного фонда в райцентре. Дом, похожий на сказочный теле, стал украшением улицы Героя Охлопкова. Новоселье стало радостным событием не только для работников пенсионной службы, но и для 4000 пенсионеров района. В этот день Вячеславу Анатольевичу благодарные земляки присвоили звание почетный гражданин поселка Хамбека под номером 1. В протоколе этого пребывания в Тампонском районе не было награждения Вячеслава Анатольевича. Когда я спросила у помощника, можно ли вручить, он достаточно нелюбезно сказал, что не надо, что в каждой деревне ему вручают знаки. Я подумала, что не знаю насчет каждой деревни, но родился он в Хандыге. И ничего ему не сказав, после выступления Вячеслава Анатольевича я предоставила слово главе поселка Хандыга Александру Владимировичу Опрятченко. Растерялись все. И помощник, и Опрятченко, и Вячеслав Анатольевич. Вячеслав Анатольевич очень смутился. Но все равно, я думаю, что он был рад. В 2010 году был сдан первый 32-квартирный дом по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Этому предшествовала огромная работа органов местного самоуправления, в первую очередь администрации поселка Хандыга, возглавляемая на тот момент Александром Опрятченко. Ведь аварийный жилой сектор был значительный. Более 100 деревянных домов подлежало сносу при сходном бюджете. В тот период только 4 субъекта Российской Федерации смогли провести подготовительную работу и войти в программу. Сегодня в райцентре построено 7 мегаквартирных домов и исключительно в каменном варианте. Отработав с жителями, мы, собрав все необходимые документы, мы понимали, мы не можем подвести главу нашей республики, президента нашей республики, нашего земляка и должны и обязаны войти в эту программу. Очень хорошо, что мы вошли в эту программу, потому что первый этап был те дома, которые были признаны аварийными в установленном порядке до 2012 года. И вот, войдя в эту программу, мы ее, кстати, первоначально сами курировали. Это сейчас создано агентство по реализации этой программы, а тогда муниципалитет. В 2021 году в рамках инвест-бюджета республики построен горно-геологический техникум на 450 студентов и общежитие на 250 мест. С тех пор техникум выпустил около 1000 специалистов среднего звена и стал кузницей профессиональных кадров. Идея создания техникума была оправдана жизнью. Сегодня горно-геологический техникум занял достойное место среди учреждений среднего профессионального образования в республике. Наши выпускники работают во всех крупных промышленных предприятиях республики и за ее пределами. И в год десятилетия техникума Вячеслав Анатольевич сказал, если поставить цель и верно к ней идти, то задачи будут выполнены. Вячеслав Анатольевич оказывал большую помощь и поддержку системе здравоохранения района. Под его непосредственным контролем с 2008 по 2013 годы введен в эксплуатацию больничный комплекс, состоящий из четырех блоков. Построены шесть фельдшерско-акушерских пунктов в селах. Новый, Сайды, Араталон, Ударники, Скилл, Охозский перевоз. Когда они пришли к нам в роддом, в общем, подарили, я первый раз увидела, мое такое впечатление было, что вот, наконец-то, я увидела Вячеслава Анатольевича. И, ну, как бы никогда так не встречалась близко. И вот он поздравил, пожал руку, пожелал всего хорошего в дальнейшем. И самое интересное, что вот такой вот он человек доброжелательный, спокойный, хорошо, ну, медленно так говорил. А коляску мы очень берегли. Каталась у нас дочка на ней, получается, как это, очень удобная. Она такая, как трансформер была. Ну, и сейчас есть. Потом она уже у меня выросла, родился сын в 2016 году. И также продолжил тоже, катали до какого-то времени его в этой коляске. Вот, и она у нас стоит, даже мы и по Хандаге еще не ездили. В 2013 году открыт детский эстетический центр, который по своим очертаниям напоминает летающую тарелку. Здесь расположена детская школа искусств. В помещении площадью 1000 квадратных метров разместилась музыкальная школа. Открылись классы для индивидуальных и групповых занятий по музыкальным специальностям, изобразительному и фольклорному искусствам, хореографии и фотоискусству. В этот приезд торжественно была заложена первая свая под строительство нового здания в межпоселенческой модельной библиотеке, которая распахнула свои двери спустя 7 лет. Читать это круто! Читать это можно! Читайте повсюду! Читайте свободно! Я хочу отметить такой факт. Еще в 2012 году на стадии проектирования библиотеки Вячеслав Анатольевич рекомендовал создать здесь компьютерный класс. Сегодня это востребованный населением IT-парк, в котором мы оказываем государственные услуги, работает студия цифровой живописи, здесь собираются молодежь и подростки и проводят свой досуг. Сейчас, когда повсеместно в учреждениях образования, учреждениях культуры, библиотеках открываются IT-парки, другие цифровые площадки, предложение Вячеслава Анатольевича еще раз доказывает его дальновидность, зоркость, предвидение будущего. И мы очень благодарны ему за это предложение. В период руководства республикой Вячеслав Анатольевич Штыров, будучи инициатором и автором проектов, утвердил в Тампонском районе мегапроект «Комплексное развитие Тампонского горно-промышленного района». Огромное внимание уделялось и уделяется дорожной отрасли. В 2005 году ликвидирован грунтовый разрыв протяженностью 39 км на участке Уолба-Мигина-Алдан. Сданы в эксплуатацию мосты на участке автодороги Хандыга-Джибарьки-Хая-Альдикан. Введены в эксплуатацию участки федеральной трассы Колыма, желтые и черные прижимы, начатые еще при Вячеславе Анатольевиче. В ближайшем будущем станет круглогодичной дорога Яна до села Тополиное. Проделаны огромные работы по электроснабжению, строительство ЛЭП-Хандыга-Джибарьки-Хая, капремонт линии Хандыга-Якутск, ВЛ-110 Хандыга-Разбилка-Нежданинская. И вот четкая плана работа, вот она помогла стать. В 2002 году уже под его руководством было разработано и утверждено пятилетний план сперва. А потом уже вот эта стратегия до 30-го года. И вот это два основных, она после первого, в 2007 году уже наша республика стала, ну как бы одним из стабильных регионов Российской Федерации. Ну и не говоря о том, что новые у нас отрасля появились. Газ и нефть. Кто думал, железная дорога подошла все-таки. Это же при нем началось все это. И он как тактик, он умеет разговаривать, добиваться с людьми любого ранга. За последние годы по инвестпроекту развития объектов ЖКХ Тампонского района построено 10 современных котельных различной мощности. Даже самые небольшие сельские поселения, как ударники и реталон, подключены к центральному отоплению. Не говоря о хандыге, которая полностью благоустроена. У нас получило вот второе дыхание нежданинское месторождение с переходом компании «Полиметалл». Сейчас уже построена фабрика, трудостроено очень много местных кадров, работает более тысячи человек. Сейчас будет строиться и вторая очередь фабрики. Построена фабрика также на одном из крупных месторождений полиметаллов «Верхний Менкече», где в свое время работала мама Вячеслава Анатольевича, геологом. Очень сильное развитие сейчас получает именно инфраструктура нашего района. Наш район всегда был воротами северо-востока республики. Сейчас закончено Росавтодором обоснование инфиций строительства моста через реку Алдан. Планируется построить железную дорогу до города Магадан, опять же, через наш район. Так что я считаю, дальновидная политика Вячеслава Анатольевича в свое время, которая отражена в программе «Схемия-2020», уже перетворяется жизнь и дальше будет развиваться. Земляки благодарят Вячеслава Анатольевича Штырова за постоянную поддержку и заботу, гордятся его именем и делами. Редактор субтитров А.Семкин